Несмотря на объявленные санкции, Евросоюз не только продолжает закупать у России газ, но даже увеличил объемы импорта до рекордных цифр. В сентябре страны ЕС приобрели у России трубопроводного газа на 840 миллионов евро. Это максимальные показатели с февраля 2023 года. В Кишиневе тем временем продолжают хвастать тем, что Республика Молдова больше не зависит от Газпрома. И при этом министр энергетики Виктор Парликов ждет встречи с руководством российского концерна. Согласно данным Евростата, в сентябре Евросоюз закупил российский трубопроводный газ на максимальные с февраля 2023 года 840 миллионов евро. Это на 30% превышает сумму августа нынешнего года и на 36% сентября прошлого года. Лидерами по закупкам стали Италия, импортировавшая газ на 315 миллионов евро, это максимум с января прошлого года, а также Венгрия почти на 220 миллионов евро, Греция 167 миллионов евро и Словакия более 125 миллионов евро. Данные по Австрии пока не раскрываются. Сообщается, что в сентябре доля российских газовых поставок в общем объеме европейского газового импорта из-за пределов ЕС возросла на 25,5%, в то время как в предыдущем месяце она составила 17,5%. Как напоминает агентство Reuters, в лучшие годы Россия поставляла в Европу до 35% трубопроводного газа. Но с началом войны в Украине Газпром потерял долю рынка в пользу Норвегии, США и Катара. Но теперь его присутствие на европейском газовом рынке опять возросло, поскольку газ из России по-прежнему дешевле, чем у многих других поставщиков. В то время как страны Евросоюза активно закупают российский газ и даже недавно раскупили все объемы, предназначенные для Австрии, с которой у Газпрома идут судебные разбирательства, в Кишиневе продолжают бравировать тем, что Молдова больше не зависит от поставок газа со стороны Газпрома. Ранее министр энергетики Виктор Парликов еще раз заявил о значительном укреплении энергетической безопасности страны, а также о том, что наша страна имеет возможность получать газ даже из США или Катара, что, по его словам, значительно снижает зависимость от российских поставок и делает невозможным шантаж в будущем. При этом глава Минэнерго забыл упомянуть, что американский и катарский газ значительно дороже российского. Недаром европейские страны в преддверии зимы нарастили поставки не только трубопроводного газа из России, но и сжиженного. Как пишет пресса со ссылкой на данные Евростата, в сентябре доля российского СПГ на европейском рынке увеличилась с 15 до 21%.